Добрый вечер! Учись продавать! Первое, что нужно научиться делать, надо научиться подписывать в бизнес людей, которые будут А. Использовать продукт Б. Помаленьку продавать в розницу тем, кто не хочет стать нашим партнером и развивать этот бизнес, хочет стать клиентом и В. Набирать новых людей, которые будут делать точно то же самое А. Использовать продукт сами постоянно Б. Продавать немножко продукта тем, кто не хочет быть партнером, а хочет быть клиентом и В. Набирать новых людей в свою, в смысле, в вашу группу, которые будут и все по новой А. Б. В. А. Б. В. И так до тех пор, пока вы не станете богатым. Вы делаете свою первую линию широкой, а ваши люди уходят в глубину и делают ваш бизнес богатым, успешным, устойчивым и приносящим вам не только финансовую, но и моральную радость, удовлетворение и прочее. Вот что нам надо делать. Какая моя рекомендация, самая первая и самая главная? С чего начать? Я натыкаюсь в интернете на разные чаты, форумы и прочие тусовки, где вижу своих людей, своих партнеров. меня просто даже не удивляет, даже не расстраивает. Я не знаю даже сказать, как. Меня просто трясет от негодования, когда я вижу людей, которые имеют за плечами более 30 лет, находятся в долгах, ездят на троллейбусах и маршрутках, не имея своей машины, вошли в бизнес, в котором люди делают деньги серьезные, а они тратят свое драгоценное время на пустую болтовню. На интернет трет. Участвуют в обсуждениях каких-то дурацких тем, завязываются в споры и так далее, и так далее. Я знаю, что очень много наших партнеров вместо того, чтобы работать, бродят с одной страницы на другую, переходят со своего бэк-офиса в Google, из Google в Mail.ru, из Mail.ru в Одноклассники, из Одноклассников опять к себе в бэк-офис, чтобы посмотреть, не капнула ли там денежка. С чего она капнет, если ты ни хрена не работаешь? Если у тебя долги, если у тебя даже машины нет, или ты ездишь на какой-нибудь развалюхе, если ты в глубине души знаешь, что ты никто с точки зрения денег, то какого, извини за выражение, хрена ты тратишь свое драгоценное время? Вы задумайтесь на секунду, нигде, ни в одной индустрии, ни в одном виде бизнеса время не ценится так, как у нас в сетевом маркетинге. Я выработал ценой 16-летнего опыта, девиз, лозунг, слоган получился. Работать надо быстро, говорю я, много, долго и правильно. На первом месте скорость, быстрота, быстро надо работать. Это означает, что нельзя терять время. Почему? Потому что в нашем бизнесе потеря времени, смерти подобна. Чем быстрее ты начнешь зарабатывать деньги, тем больше шансов, что ты преуспеешь. Чем больше ты зарабатываешь денег на первоначальном этапе, тем больше шансов, что ты преуспеешь. Заработанные деньги заставляют тебя возбужденно и радостно делиться этой информацией с другими людьми. Переполненный вдохновением, энтузиазмом, экстазом от заработанных первых денег, ты начинаешь разговаривать с большим количеством людей, вводить их в бизнес уже увереннее, смелее, более твердой и мощной рукой, как говорится. Чем быстрее ты получаешь отдачу, чем быстрее ты начинаешь становиться серьезным предпринимателем в нашем деле, тем больше шансов, что ты преуспеешь. Чем медленнее, чем дольше ты размазываешь свое вхождение в бизнес, тем больше вероятность того, что ты не преуспеешь. Но это не все. Это далеко не все. Вдумайтесь, в нашем деле самое главное это люди. Я вам сказал, для того, чтобы преуспевать, научиться продавать много продукта, надо иметь большую организацию. Большая организация строится в первую линию, широкая. Вы лично должны много приглашать людей. Тогда ваши люди начнут некоторые воспроизводить вас, другие будут более медленно действовать, некоторые вообще ничего не сделают. Но если вы будете широко, быстро, много набирать людей, то ваши люди будут набирать новых людей, а их люди будут набирать новых людей, а их люди будут набирать новых людей, и тогда вы преуспеете. Чем выше ваша скорость, тем больше шансов, что у вас появятся серьезные ребята, лидеры, которые возьмутся за дело еще более мощно, возможно, чем вы. Если вы на первоначальном этапе и вообще в бизнесе теряете время, это значит, вы теряете лидеров. Это значит, что ваш бизнес, который растет в геометрической прогрессии, особенно в начальном этапе, он не получает материал, из которого ему расти. Вы гробите собственное будущее, просаживая время в скайпе, сидя, в чате, болтая языком, вместо того, чтобы заводить людей на свой собственный сайт и показывать им бизнес, вы треплите языками, обсуждаете всякую ерунду. Если вы это делаете, вы убиваете свой бизнес, свое будущее, вы калечите, калечите начинающийся бизнес, который мог бы стать у вас многомиллионным. Вы его просто на изначальном, в начале пути калечите, вы делаете его инвалидом. Он недополучает тех людей, которые могли бы войти в вашу группу, если бы вы не трепали языком, не болтали, не тратили время на блуждание по страницам интернета, а разговаривали прицельно с человеком с новым, с еще одним, с еще одним, с одним поговорил, отправил его в нужное место, я имею в виду на свой сайт, со следующим поговорил, со следующим поговорил. Вместо этого вы спускаете время, свое драгоценное, ваш инвестиционный ресурс в унитаз, и человек, который мог бы попасть в вашу группу, вы до него не доходите. Его или кто-то другой забирает, или вообще никто к нему не приходит. А вы могли бы его затронуть своим предложением. И чем чаще вы и больше вы это делали, тем больше вы бы денег зарабатывали, тем больше у вас была уверенность, сила, у вас бы появлялся все больший навык, потому что навык появляется от количества произведенных действий, от количества переговоров, которые вы провели с людьми. Ребята, научиться продавать, научиться зарабатывать деньги в сетевом маркетинге очень просто. Нужно просто открыть рот и начать разговаривать с людьми, не тратя времени на всякую ерунду. Я желаю вам удачи. Не сидите в чате и не читайте всякую дрянь в Mail.ru. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова